Кабинет ЛФК временно переоборудован. Теперь здесь располагается диспетчерский пункт неотложной медицинской помощи. Сюда стекается вся информация по срочным вызовам врача на дом. Всего в отделении работает 13 бригад. К больным приезжают ежедневно с 8 до 23 часов. Диспетчер принимает вызов, обрабатывает его и распределяет на врача. Врач получает информацию непосредственно на планшет, какой вызов ему поступил. Дальше он видит фиксацию отметки первичной, этот вызов или неотложный, который нужно обслужить в течение двух часов. Уже сам врач распределяет вызовы по приоритетности и отправляется по адресам. Мы попали в смену Геннадия Слесарева. При нас он облачился в СИЗ, в котором ему предстоит проходить всю смену – 9 часов. Сейчас нагрузка больше, значительно больше, чем была когда-либо. Соответственно, для того, чтобы выполнить качество, требуется определенный набор знаний. Набор знаний у фельдшера с более чем 20-летним стажем работы немалый. Поэтому он уверен в собственных силах и старается в смену посетить как можно больше больных. И вот мы в машине. Первый адрес совсем рядом. Но дорожная ситуация напряженная. И вместо трех минут едем 10. Есть время поговорить. – Но все равно о чем думаете, когда едете? – Честно, ни о чем. Абсолютно. Потому что все равно, чтобы мы не думали ничего, может не быть того, о чем мы думаем. Мы проезжаем, мы проезжаем практически на неведение. И наша задача максимально быстро разобраться в этом. Понять что, к чему, от чего, почему. Что делать дальше, какую помощь оказать. И на все про все затратить минимальное количество времени. – А каждый раз вы возвращаетесь на базу? – Нет, для этого существуют планшеты. И все вызова приходят вот сюда. И каждый новый вызов, он поступает сюда. Не всегда докторам легко удается попасть в подъезд. Но нам повезло. Сложный код домофона поддался со второго раза. Максим вызвал врача утром. Третий день температура 37,5. Пропало обоняние. Фельдшер внимательно выслушивает жалобы, осматривает пациента, берет анализ на коронавирусную инфекцию. Максим подозревает, что у него ковид. Но где мог заразиться, не знает. – Я езжу на личной машине, с людьми не общаюсь, ну, в прямом контакте. Ну, даже не знаю. – А семья вот так вот, ну, есть кого? – Да, но единственное, что может магазин, я не знаю. Пока мы общаемся, анализ готов. Отрицательный. Больному назначается лечение противовирусной и жаропонижающей препараты. А Геннадий Слесарев отправляется дальше. Впереди еще 8 часов смены. И десятки людей, которые очень ждут доктора. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Продолжение следует...